Уважаемые участники, гости саммита, уважаемые дамы, господа! Позвольте поблагодарить оргкомитет саммита за приглашение участвовать в столь интересном и важном мероприятии. Несомненно, значимым и актуальным представляется ключевая тема саммита, посвященная таким важным аспектам, как религия, гармония и устойчивое развитие. В нынешнее довольно неспокойное и сложное время всему миру и каждому государству в отдельности важно найти конструктивные ответы на мощные глобальные вызовы современности, представляющие потенциальную угрозу для человечества и его безопасности. Позвольте поблагодарить оргкомитет саммита за приглашение участвовать в столь интересном и важном мероприятии. Несомненно, значимым и актуальным представляется ключевая тема саммита, посвященная таким важным аспектам, как религия, гармония и устойчивое развитие. В нынешнее довольно неспокойное и сложное время всему миру и каждому государству в отдельности важно найти конструктивные ответы на мощные глобальные вызовы современности, представляющие потенциальную угрозу для человечества и его безопасности. Каждая историческая эпоха обогащает человечество новым социальным опытом, в результате которого она становится мудрее, глубже понимает себя и окружающий мир. Как показывает исторический опыт, порой в битве за истину мы испепеляем вокруг себя всё. Этот пепел наполняет воздух, из-за которого невозможно увидеть проигравших и победителей. Полагаем, что в таком сражении нет ни тех, ни других, которые могли бы рассматривать себя победителями. Хочу отметить, что именно Казахстан впервые в истории человечества отказался от ядерного вооружения. Для кого-то это есть прекрасный щит, для кого-то может использовать его как дубинка. Тем самым Казахстан продемонстрировал, что наша страна готова к конструктивному диалогу во имя мира и согласия. В этом плане представляется важным опыт съездов лидеров мировых и традиционных религий, проводимых по инициативе президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева. Съезд лидеров мировых и традиционных религий за годы своего существования превратился в уникальную диалоговую платформу, которая объединяет духовных иерархов и их представителей для выработки новых подходов к конструированию архитектуры глобальной безопасности, дальнейшего укрепления взаимопонимания между представителями различных религий и культур мира. Казахстан благодарен за внимание, оказанное Астанинскому межрелигиозному саммиту со стороны таких авторитетных международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ОИС и ИСЭСКО, а также известным политическим деятелям и научно-экспертному сообществу. Важно подчеркнуть, что необходимость создания Астанинского съезда как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки религиозных лидеров и эффективность его деятельности с 2003 года по настоящее время успешно прошли проверку временем. За эти годы съезд неустанно подтверждает исключительность и неприходящую ценность богатства духовно-культурного кода человечества. Заложено в ее немеркнущих гуманистических ценностях и идеалах. Съезды духовных лидеров в Астане проложили путь выходу человечества из тупика мировоззренческих, политических и социальных противоречий, с которыми столкнулось в третьем тысячелетии. У межрелигиозного диалога, который декларирует съезд лидеров мировых и традиционных религий, нет разумной альтернативы. Дело в том, что на противоположной стороне этого диалога конфронтация, нетерпимость, вражда, конфликты и войны. Более того, межрелигиозному диалогу способствуют процессы интеграции, которые заставляют людей разной веры и этнической принадлежности взаимодействовать друг с другом на самых разных уровнях общественной жизни и политической личностной потребности. Опыт съездов наглядно демонстрирует, что благодаря эффективному межрелигиозному диалогу, происходящему между религиозными лидерами и их последователями, мир убеждается в том, что данный диалог есть наиболее разумное условие и эффективное средство достижения взаимопонимания по важнейшим проблемам человеческого бытия, а также разрешение споров и конфликтов, мощный противоезд между методом насилия и террору. Динамика развития съездов свидетельствует о неизменно растущем авторитете форума, укреплении его влияния на процесс консолидированного поиска ответов на порождаемые современностью сложные вопросы. В этой связи представляется важным отметить позиции участников съезда, которые утверждают, что стремление к организации межрелигиозного диалога есть во многих других странах. Астанинский межрелигиозный саммит, проходящий один раз в три года, является уникальным событием, привлекающим внимание всего мирового сообщества. Становясь все более и более представительным, получая всемирное признание, съезд вносит, соответственно, значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога на самом высоком уровне. Говоря о значении съезда, необходимо подчеркнуть, что его созидательный потенциал, ставший основой как для укрепления диалога и согласия, так и фундаментальной платформой для устойчивого развития государства и общества на основе важнейших приоритетов человечества – мира, взаимоуважения, гармонии. В течение всей деятельности съезда его участники, духовные лидеры и глава нашего государства, Нурсултан Азарбаев, инициировали очень важные предложения – это строительство Дворца мира и согласия, создание Совета религиозных лидеров, организацию Международного центра культуры и религии, которую я имею честь сегодня представлять на данном саммите. Хотел бы отметить такой опыт, что у нас в Казахстане на площадке Международного центра культуры и религии существует свой мини-съезд. Это собрание представителей религиозных объединений. Именно там встречаются все представители наших конфессий, где обмениваются своими пожеланиями, дают свои рекомендации. К ряду важных инициатив Пятого съезда, который состоялся в июне текущего года, следует отнести создание Музея мира и согласия. Такое решение свидетельствует о бережном отношении участников к истории наших съездов, понимании важности, обобщении опыта, консолидированных решений по проблемам развития человечества во имя укрепления мира и взаимопонимания религии и народов. Наши партнеры задаются вопросом, что подвигло Казахстан для созыва съездов лидеров мировых и традиционных религий. Ответ прост и ясен. Казахстан смог выстроить уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, ставшей национальным брендом и достоянием государства. Мы гордимся единством, крепкой дружбой, взаимопониманием и взаимоважением, царящим в полиэтноконфессиональном казахстанском обществе, где многообразие культур, религий, языков воспринимается как взаимобогащающий и созидательный фактор. Эффективный опыт сохранения гармонии и устойчивости в стране, где в дружбе и согласии проживают представители более 130 этносов и 18 конфессий, успешно проецируется нашим государством во внешней политике. Главные приоритеты которой – недопущение возникновения новых тектонических разломов в вероубеждениях, международная кооперация в борьбе с вызовами и угрозами, максимальное содействие межрелигиозному диалогу. Пользуясь высокой трибуной межрелигиозного саммита, проходящего сегодня, мы должны призвать наши народы сплотиться на платформе мира и согласия, на платформе диалога и уважения. Всеобщим лейтмотивом наших действий в этом направлении должно стать объединение усилий всех здравых сил планеты во имя преодоления существующих барьеров и разногласий, обеспечения рационального и здравого диалога во имя наших потомков, в их бесконфликтного будущего. Уважаемые участники, сегодня нам представляется уникальная возможность обменяться мнениями, видением разноплановых аспектов, касающихся глобальных перспектив устойчивого развития мира. Убежден, что построение безопасного и справедливого мира должно стать осознанным выбором, исторической целью международного сообщества во втором тысячелетии 21 века. Позвольте выразить уверенность, что данный саммит, объединивший представителей различных стран, внесет свой веселый вклад в выработку новых идей и механизмов для дальнейшего успешного развития всего мирового сообщества. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok